В любой экстренной ситуации достаточно помнить всего три цифры – 112. Операторы службы спасения отвечают на звонки независимо от времени суток и даты на календаре. ЕДДС-112 городского округа Люберцы по итогам прошлого года заняла первое место в Московской области. О слаженной и важной работе системы наш следующий сюжет. После очередной волны коронавируса ЕДДС-112 городского округа Люберцы перешла в обычный штатный режим. Но работы оператором экстренной службы все равно хватает. В составе дежурной смены семь человек. За сутки они принимают до полутора тысяч звонков. Обычная цифра для сегодняшнего дня. Буквально месяц назад во время вспышки омикрона количество обращений достигало трех с половиной тысяч. Усиливали состав дежурных смен за счет свободных смен операторов, которые находились на отдыхе. Мы вернулись в привычный для себя график полторы-две недели назад. Система 112 – это связующее звено между людьми и всеми оперативными экстренными службами. А при возникновении чрезвычайных ситуаций подключается ЕДДС. Ее задача – в кратчайшие сроки организовать взаимодействие всех служб и подразделений. Единая диспетчерская служба отвечает за оповещения жителей в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. То есть здесь комплекс вопросов, чем занимаются ЕДДС и служба 112, он огромен. Здесь очень подготовленные, очень профессиональные, очень ответственные люди. На сегодняшний день в ЕДДС 112 городского округа Люберцы трудится 45 человек. Когда станут известны итоги переписи населения, количество штатных единиц подкорректируют. По нормативам на 50 тысяч населения полагается один оператор экстренной службы.